С добрым утром, дорогие друзья! Очень рада вас видеть в это прекрасное осеннее утро на телеканале ТДК-42. Ну а с вами Олег Великий и Альгуль Таружбаева. Эти ближайшие 20 минут мы будем вместе с вами, дорогие друзья. Не переключайтесь, впереди вас ждет много интересного. Ну а в ближайшее время мы покажем необычный рецепт бананового пудинга. А также дадим несколько советов женщинам, которые пригодятся на кухне. Ну и наши детки вас развеселят. Не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно. А сегодня есть особенный повод, ведь в этот день отмечается день шопинга. Здорово, Олег! Обязательно необходимо сделать сегодня какую-нибудь покупку. Ну а прямо сейчас, дорогие друзья, разминка. Смотрим на экран. Всем доброе утро! Сегодня у нас будет утро в индийском стиле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 До скорых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, отлично! Как раз в следующем сюжете мы покажем, как приготовить вкусный банановый пудинг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вам 5 простых лайфхаков, которые сэкономят Ваше время и сделают хлопоты на кухне более приятными. Как аккуратно нарезать десерт? Чтобы мягкие десерты не крошились и не прилипали к ножу, воспользуйтесь зубной нитью, и Вы удивитесь, насколько ровным и аккуратным получится Ваш срез. Как легко выдавить сок лимона? Чтобы легко выдавить сок лимона или лайма, разомните его на твердой поверхности ладонями и положите в микроволновку на 20 секунд, после чего лимон охотно отдаст весь свой сок. Как быстро почистить имбирь? Все мы знаем, что если чистить имбирь ножом, то срезается и выбрасывается большое количество мякоти. А вот если кожуру слегка соскребать ложкой, то имбирь останется целым и сам процесс займет всего несколько минут. Как погреть в микроволновке две тарелки сразу? Повторив эту несложную схему расстановки тарелок в микроволновке, Вы сэкономите немало времени и никого не оставите голодным. Как избежать рассыпания икруб? Чтобы крупы не рассыпались, оденьте на пачку горлышко от пластиковой бутылки, закрутите крышку. Теперь Ваши крупы останутся в целости и невредимости. Ну а прямо сейчас, дорогие друзья, рубрика «Наши детки». Я уверен, они поднимут Вам настроение. И отвлекут от домашних дел. Приятного просмотра. Дружба – это все друзья. Соглашаются и все с ними играют. И они, чтобы они были красивыми и страшными друзьями. Дружба – это когда играть. И тоже играть. И с кем-то тоже играть. Играют с ним. Клубца. Клубца. Когда играют вместе. Дружба – это когда они всех любят, защищают. Еще они всех любят, с ними гуляют. Дружба – когда с кем-то дружат. Агуля, ты слышала, совсем недавно в Назарабаев Интеллектуальной Школы прошел международный турнир под названием «Математическая регата». В нем принимали участие учителя со многих областей, в том числе и с Российской Федерацией. И вот хочу задать тебе вопрос. Как ты считаешь, математика – нужный предмет в школе? Конечно, Олег. Необходимый, я думаю. Сегодня на базе Назарабаев Интеллектуальной Школы города Уральск прошел международный турнир «Математическая регата» среди команд учителей математики от Ираусской, Актюбинской, Западно-Казахстанской области и Мангисталовской областей, а также Самарской области с Российской Федерацией. В преддверии 25-летия празднования независимости Республики Казахстан сегодня на базе Назарабаев Интеллектуальной Школы проходят международные турниры «Математическая регата». Турнир проводится с 2012 года. И цель турнира – это соревнования творческих, одаренных преподавателей математики и их поддержка. Турнир проведен в преддверии празднования 25-летия независимости Республики Казахстан управлением образований Западно-Казахстанской области. Целью его является формирование взаимного сотрудничества среди творческих педагогов во исполнении совместного плана управления образований Западно-Казахстанской области и Министерства образования и науки Самарской области Российской Федерации. Главной целью является углубление знаний учителей в решении практических умений, в решении конкретных математических задач. Турнир представляет собой коллективное письменное решение математических задач, состоящих из четырех этапов. При этом время на каждом этапе ограничено. То есть в турнире особую роль играет сплоченность команд и умение оперативно распределять задания. В этот раз в турнире приняли участие две команды учителей Самарской области Российской Федерации. Мы приехали к вам в гости для принятия участия в международной регате математиков. Привезли две команды из Самарской области. Обе команды настроены очень позитивно. Хотим дать высокую оценку организации проведения данного турнира. И считаю, что такие мероприятия позволяют интегрировать интеллектуальные ресурсы обеих стран. Для определения победителей было создано специальное жюри из числа опытных преподавателей и ветеранов педагогического труда. По окончании турнира победители были награждены ценными призами и благодарственными письмами. Олег, существует ли мужская мода на галстуки? Какая она в этом сезоне? Как ты знаешь, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что, признаюсь честно, редко ношу галстуки. И не знаток в этом деле. Поэтому давай лучше посмотрим следующий сюжет и узнаем подробнее. Всем привет! Меня зовут Алена, и я стилист. Сегодня мы поговорим о галстуках. Итак, давайте посмотрим. Итак, как вы видите, в этом сезоне большая палитра цветов галстуков. Итак, в основном в состав входят шелк и шерсть. Итак, вот такой вариант есть. Вот такой вариант красный, он шелковый, вот с таким интересным принтом. Еще один вариант. Это зеленый, он шелковый. С таким вот. Также интересный очень принт. Желательно вот таких расцветок одевать с однотонными рубашками. Вот еще одна моделька темно-синего цвета. Он идет с узором. Также он шелковый. Очень интересно смотрится. Также есть классический вариант такой, прям в полоску. Также он шелковый. Также у нас есть вот такой вот шерстяной. Там 40% шерсть и 60% шелка. Очень интересная модель. Еще один вариант. Также темно-синий цвет, он шелковый, с таким вот принтом. Мелкая клетка. Сегодняшнюю коллекцию нам предоставил магазин Рамсы. А за нашим советом приходите в Эмидж-студию. Всем пока! Одними из самых популярных причесок является свадебный, особенно с косами. Я про это не знал, Айгуль. Очень интересно. Давай более подробно посмотрим в следующем сюжете. Каждая невеста хочет, чтобы ее образ был безупречным, и свадебная прическа не исключение. Ведь именно с ее помощью можно расставить акценты, скорректировать форму лица и подчеркнуть элегантность наряда. Свадебные прически на длинные волосы сделают королевой любую женщину. Вариантов укладки множество, поэтому к выбору подходящей прически нужно подойти со всей ответственностью. Длинные волосы сами по себе украшение девушки, отражение стиля и индивидуальности. Прически с локонами как нельзя лучше подчеркнут красоту длинных волос. Можно свободно распустить локоны по плечам и спине, украсив живыми цветами в том букет у невесты красивыми заколками или ободком. Невеста с локонами выглядит очень нежной, женственной и романтичной. Желательно заранее отрепетировать понравившуюся прическу, чтобы избежать сюрпризов в день свадьбы. Стилист должен увидеть заранее наряд или фату. Правильная прическа подчеркнет достоинство внешности. Можно отыскать понравившиеся модели в интернете и принести в распечатанном виде в салон, что простит разъяснение пожеланий. Вариантов свадебных причесок существует очень много, но выбрать подходящую укладку для самой прекрасной невесты помогут профессионалы из Центра Эстетики и Омоложение Мерлил. И мы превратим вас, в свою очередь, в прекрасную принцессу из волшебной сказки. Мы находимся по адресу ТРК Сити-Центр, первый этаж. Или звоните и записывайтесь по телефону 30 10 10. Ну а наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Ведь уже завтра наступит новое прекрасное утро, и мы снова с вами встретимся здесь, в нашей студии. Доброе утро на телеканале ТДК-42. Отличного вам дня, море улыбок и позитива. Овнам придется преодолевать множество бюрократических проблем. Лучше всего сразу обратиться за помощью к знающему человеку. Тельцам не следует отказываться от мнения коллег по работе. Тем не менее, сегодня вам может показаться, что ваша позиция единственно верная. В этот день близнецы смогут продемонстрировать высший уровень профессионализма. Вы единственный человек, который сможет спасти компанию от кризиса. Сегодня раки смогут найти вещь, которую потеряли уже очень давно. В сфере работы есть вероятность конфликтов с коллегами по работе. Львам придется работать с удвоенной энергией, чтобы все успеть. Интенсивный ритм работы может невероятно утомлять. Поэтому в вечернее время следует устроить тебе небольшой праздник. Девы примут участие в каком-то важном событии. Есть вероятность встретить человека, который в будущем вам может очень сильно помочь. На протяжении всего дня весы будут пребывать в мрачном настроении. Даже самые радостные вести могут вас не радовать. Скорпионы же могут потеряться в бесконечном потоке информации. Есть вероятность получить новость о друге, которая может сильно разочаровать. Стрельцам не следует инвестировать деньги в рискованные проекты. Даже если вы все продумали до мелочей, есть большая вероятность провалов. В рабочей сфере козероги могут сталкиваться с совершенно неожиданными препятствиями. Это может быть поломанная техника или банальная нехватка канцелярии. Сегодня же водолеи могут принять важное решение в сфере личных отношений. Возможно, ваше общение выйдет на новый уровень. Сегодня рыбы смогут насладиться приятным общением со своими коллегами. Если что-то не получается, не бойтесь обращаться за помощью к ближнему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова